Нет ничего плохого в этих электронных играх на смарт-устройствах. У них нет ничего страшного, но человеку не надо тратить на них слишком много времени. Это касается и детей, братья. Ребенку не следует сидеть 24 часа с айпадом или айфоном. Это ошибка. Ребенку не следует сидеть 24 часа с айпадом или айфоном. Это ошибка. Иногда у некоторых людей ты видишь, как ребенок просыпается ото сна, например. В эти дни он просыпается утром в 10 или 11 часов. И ты видишь, что ребенок, которому нет еще 7 или 8 лет, возможно, он еще даже не сделал фаджер-намаз. Он не помолился, не умылся. Если эта девочка, то она не причесалась. Он никак не привел себя в порядок. Проснулся, осмотрелся, схватил айпад и начал играть. Это называется зависимость. Или ты можешь увидеть, как ребенок в течение двух или трех часов сидит, наклонившись в сторону этого устройства. Так что один врач из тех, которые занимаются операциями, связанными с шейными дисками, говорит, раньше мы делали такие операции только людям от 40 лет и выше. Это может быть какой-то служащий или еще кто-то, кто всегда наклоняет голову к компьютеру, в результате чего страдает его шейный диск. Он говорит, сейчас, клянусь Аллахом, мы начали делать такие операции и детям из-за того, как много они сидят по 4-5 часов перед смартфонами, наклонив голову. Это влияет на диски, и мы делаем им операции на шейный отдел позвоночника, заменяем диски на искусственные имплантанты. Поэтому я прошу моих братьев, дети которых попустительствуют в этом вопросе, не допускайте послаблений вы. Я поделюсь с вами опытом, который я сам практикую. Я забираю у них все эти устройства в дни учебы, даю только с четверга и до субботы. Когда начинается ахмайша намаз или чуть позже, я забираю их у них, также в четверг и пятницу. На своих выходных они в принципе чем-то заняты, ходят к родственникам, то есть дома не сидят, не так, как в остальные дни недели, когда в основном они никуда не выходят. В Рамадан я также забрал у детей эти устройства и сказал, давайте тот, кто прочитает Коран один раз, мы дадим такой-то приз, кто два раза, тому дадим такой-то приз. То есть, несомненно, первые два или три дня они тебя нервируют. Дай нам телефон, все же остальные играют. Но в конечном счете человек привыкает. Некоторые наши дети уже совсем не могут встречаться с людьми, разговаривать с ними. Такой ребенок постоянно в волнении, редко общается из-за этих смарт-устройств. Они внушают ему какие-то мысли. Может быть, заводят его на плохие сайты, если он заходит на ютуб или другие сайты с видео. Возможно, он научился каким-то плохим словам. Так что пусть люди проявят бдительность. Один брат, его дочери три года, рассказывает, она взяла, говорит, я скачал игру. У него была игра, в ней изображается кошка. Ты что-то говоришь ей и кошка за тобой повторяет. Он рассказывает, и я скачал ее, чтобы дочь поиграла. Пришел и говорю, ассаляму алейкум. И кошка повторяет, ассаляму алейкум. Он говорит дочери, давай, скажи ей что-нибудь. Знаете ли вы, что сказала эта трехлетняя девочка? И так как она всегда была в айпаде, всегда слушала, что там есть, она сказала, он говорит, у меня на голове волосы стали дыбом. Этот человек мой друг, он имам мечети, хафиз Курана. Он доктор в университете. Он говорит, я схватил ее и спросил, где ты научилась этим словам? Три года или может быть четыре. Я говорю о том, что ты не знаешь, кто воспитывает твоего ребенка через эти устройства. Я не проявляю излишнюю строгость и не говорю, ничего не давайте и все запретите. Ты не можешь запретить полностью. Но введи правила, чтобы не дошло до того, когда ты не знаешь, кто воспитывает твоего ребенка, кто учит его этим словам, кто внушает ему разные понятия. Возможно, он сидит в этих устройствах больше, чем общается с тобой. Далее, займи время своих детей. Ты можешь даже принести им книги. Давайте тому, кто прочитает книгу и расскажет мне про что она, я дам такой-то приз. Кто выучит что-то из Корана, тому дам такой-то приз. Кто сделает какое-то физическое упражнение, пусть он для этого тренируется два-три дня. За такое упражнение я дам ему такой-то приз. Я должен придумать для них разные вещи, чтобы им было чем занять свое время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok